В эфире новости в студии телерадиокомпании Муравленко ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте и коротко о некоторых темах выпуска. Существенная мера социальной поддержки на Ямале к 9 мая все инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по 100 тысяч рублей. Полтора миллиона на реализацию идеи в «Газпромнефть» и «Муравленко» подведены итоги второго грантового конкурса в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». «Муравленко» станет эпицентром ямальского снегоходного спорта. В городе впервые состоится марафон «Тутанлор». На Ямале к 9 мая все инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по 100 тысяч рублей. Дмитрий Кабылкин подписал постановление о предоставлении межбюджетных субсидий городам и районам на единовременную выплату к 70-летию Великой Победы. Такая соцподдержка предусмотрена и для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой. Ямальцы, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда, получат по 50 тысяч рублей. Труженикам ТЭЛ и награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной предусмотрены выплаты по 40 тысяч. В дом участников Великой Отечественной войны, не вступившим в новый брак, выплатят по 30 тысяч рублей. Общий объем межбюджетных субсидий на единовременные выплаты к юбилею Победы на Ямале составляет 38 миллионов 700 тысяч. Общественники призывают ямальцев к активному участию в проекте «Право голоса». Его результатом должна стать новая народная программа. Основой ее станут, в свою очередь, инновационные разработки и новаторские идеи жителей региона. Учитывая непростую внешнеполитическую и экономическую обстановку, действующая народная программа должна быть скорректирована. Причем сделать это должны сами жители Ямала, которые способны помочь чиновникам взглянуть на различные проблемы под новым углом зрения. Слово Денису Максимчуку. Так начинается каждый день в колл-центре окружного телеканала ОГТРК «Ямал-регион». Девушки собирают квинтэссенцию народной мысли. Информационные агентства «Северпресс» оперативно трансформируют голос народа в графике и модифицируют идеи в результаты голосования. Ямальцы не просто получили «Право голоса». Их глаз теперь локомотив для власти. Главное, что наши инициаторы, общественники, которые объединились, они хотели бы услышать еще и системные предложения, которые бы предложили механизмы, позволяющие, может быть, целой отрасли как-то немножко перенастройку произвести. Уникальный проект «Право голоса» – инициатива исключительно общественная. Простые, но эффективные предложения людей в режиме экстренной экономии могут стать прорывными. Новый взгляд на старые проблемы высветит главные задачи, а народные идеи заставят чиновников считать в буквальном смысле слова каждую копейку. Именно на это рассчитывают инициаторы проекта. Мы готовы рассмотреть самые разные идеи, и, конечно, будем делать ставку на наиболее реалистичные, воплотимые в наших северных условиях. От ямальцев ждут предложения, трансформирующие целые отрасли, меняющие привычный взгляд на проблему. Приветствуют малобюджетные и волонтерские проекты. «Право голоса» обещают сделать максимально открытым. Каждый ответ будет фиксироваться и в том или ином виде предлагаться, хотя бы для того, чтобы простимулировать людей и сделать проект более открытым. Серьезная будет работа вестись для того, чтобы сделать какой-то аналитический материал. Со временем будут готовиться и аналитические, назовем их записки или какие-то обзоры аналитические, которые лягут, в принципе, на стол губернатора и Молонинского автономного округа. Народные идеи в народную программу будут собирать до конца лета, а уже в сентябре появится план действий, понятный населению и власти. Власть готова услышать советы ямальцев. Денис Максимчук, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленко ТВ» при содействии Департамента внутренней политики Ямала. В «Газпромнефть» и «Муравленко» определили победителей второго грантового конкурса. Напомню, он проводился в рамках реализации программы социальных инвестиций компании «Родные города». Представленный на конкурс проекты определила специальная комиссия. Все подробности у Эрнеста Бавшина. Второй грантовый конкурс «Газпромнефть Муравленко» стартовал 10 февраля. Основные номинации, по которым принимались заявки на участие – это «Города для людей», «Новые горизонты», «Месторождение побед», «Культурный код» и «Сохраняя традиции». Общая сумма грантов – 2 миллиона рублей. За эти деньги боролись 29 проектов. Радостно, что в этом году активность больше, чем в прошлом году со стороны города Муравленко. К сожалению, по объективным причинам Ханемей в меньшей степени принял участие в этом конкурсе. Но, тем не менее, два проекта из Ханемея нашли свою поддержку. Поэтому мы будем работать дальше на количественный показатель и также на качественный показатель. Победители определяла экспертная комиссия. Главу администрации Ханемея попросили расставить в приоритетном порядке все проекты, представленные поселком. То же самое сделали и представители Муравленко. И только после этого конкурсная комиссия выбирала наиболее достойные. Все проекты были достойными. Один, на мой взгляд, изначально не проходил по конкурсным требованиям, так как его реализация подразумевала как раз-таки действия, которые определены уставом учреждения. По остальным трём проектам хочу сказать огромное спасибо всей конкурсной комиссии за то, что поддержали Ханемейский историко-кроведческий музей с их проектом, за то, что поддержали народный фольклорный ансамбль «Богатица». Из муравленковских проектов жюри поддержала идею общественной организации «Единый город» по созданию молодежного инновационного медийного центра. Проект детской музыкальной школы «Орвклуб» – большое количество голосов получила инициатива культурной автономии «Чувашей» по строительству комплекса для тренировки собак. И проект четвёртой школы «Наследие». Проектов было много, но вот каких-то таких, как бы сказать, вкусных, интересных проектов в этом году почему-то было меньше. Поэтому, к сожалению, мы не смогли распределить весь грантовый пул. Грантовый пул, грантовый фонд составлял у нас 2 миллиона. Мы смогли распределить чуть более полутора миллионов. Но это вот связано с тем, что действительно проектов было много, но уровень заявок был не всегда достоин оценки положительной всеми членами комиссии или даже большинством голосов. Церемония награждения победителей состоится 27 марта. Для всех участников будет организован семинар, в ходе которого эксперты расскажут о типичных ошибках, допущенных в заявках, и о том, как доработать проекты, чтобы победить в грантовом конкурсе следующего года. Реализовывать проекты победители будут с 1 апреля по 30 ноября. Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Возможность прикоснуться к истории в Экологокровическом музее открылась выставка «Летопись архива в документах». Экспозицию подготовили сотрудники муниципального архива, предоставив ценные документы. Уникальные письма, справки, протоколы, а также фотографии первых сотрудников ведомства рассказывают о становлении городского архива, одновременно с формированием органов власти города. Особой ценности и интерес представляют первые документы организации и учреждений, которые отражают историю политического, экономического, социально-культурного становления города Муравленко. На данной выставке впервые были представлены документы, подлинники, оригиналы документов из фондов личного происхождения и из фондов управленческой документации, свидетельствующие о создании межведомственных архивов по личному составу, свидетельствующие о создании отдела по делам архивов, о развитии архивной отрасли на территории нашего города, о становлении, о первые отчеты, представленные отделом 92-го года, первые справки 93-го года, представленные документы личных архивов, первых архивистов отдела по делам архивов. Поэтому в этой связи эта выставка является уникальной. В городе подведены итоги месячника оборонно-массовой, спортивной работы и военно-патриотического воспитания молодежи. В этом году месяц был посвящен объявленному на Ямале году защитника Отечества. Татьяна Бойко поинтересовалась, насколько активно в этой работе участвуют юные муравленковцы и молодежь. Первенство по военно-прикладным видам спорта «Патриот» и военно-спортивная игра «Командарм» – самое массовое мероприятие. Проводятся они ежегодно уже почти 10 лет подряд. Из года в год их участниками становятся сотни ребят до призывного возраста. Наши школьники достойно выступают не только в городском этапе. Отличные результаты показывают и в округе. К примеру, с военно-спортивной игры «Командарм» муравленковцы еще ни разу не возвращались без призовых мест. Участвуя в «Патриоте», наши ребята тоже создают конкуренцию сильным ямальским командам. Примечательно, что военно-прикладной спорт становится популярным и среди девушек. Второй год подряд они продолжают удивлять своим упорством, выдержкой, силой воли. Практика показывает второй год, что интерес к этому мероприятию значительный у женского пола. И они наряду с мальчишками осваивают и показывают все те программные моменты, которые включены в саму «Спартаке Адвоту». И наравне с мальчишками показывают высокие результаты. В рамках месячника в школах и учреждениях дополнительного образования прошло немало других мероприятий. В них было задействовано более 4,5 тысяч детей и подростков. К примеру, молодежно-ресурсный центр дал старт литературному марафону в память. Смысл марафона заключается в том, что любой участник, либо желающий, может зачитать стихотворение о Великой Отечественной войне, либо о ее героях, снять это на видео, выложить в социальных сетях, либо в средствах массовой информации через интернет, и направить уже посыл такой марафон любому человеку по его желанию. А сейчас полным ходом началась подготовка к празднованию 9 мая. Молодежь и школьники разных возрастов с удовольствием подключились к участию в акциях, марафонах, конкурсах. Активно используют интернет-ресурсы в поисках истории о подвигах своих прадедов. Говорят, что более современное поколение, оно по-другому воспринимает, наверное, именно победу. На самом деле нет, им не чуждо переживания, они также сопереживают и читают те же стихи военных лет. Также вот мы уже не проговаривали, но тем не менее, готовясь к конкурсу инсталляций, они делают это от чистого сердца. И это не случайно. Патриотическому воспитанию молодежи у Муравленка давно уделяется особое внимание не только специалистами различных структур и ведомств, но и при активной поддержке многих родителей. Татьяна Бойко, Сергей Кириченко, телерадиокомпания, Муравленка ТВ. В субботу наш город станет эпицентром ямальского снегоходного спорта. В Муравленка впервые состоится снегоходный марафон. Тутанлор – это в переводе означает «огненное озеро». Местным проведением марафона станет озеро в парке культуры и отдыха. В настоящее время специалисты готовят трассу. Здесь состоится сразу несколько этапов. Участникам предстоит проехать три конкурсных круга. Соревнования пройдут на утилитарных и спортивных снегоходах. Кроме того, все желающие смогут принять участие в дрэк-рейсинге, так называемых гонках на снегоходах. Расстояние, которое предстоит преодолеть любителям быстрой езды, составит около 200 метров. На Ямале нужно развивать туризм кластерно и, в первую очередь, ориентироваться на внутренний туризм, на своего рода туры выходного дня. И Муравленка очень удачно расположена на юге Ямала. Является центром для таких городов, как Ноябрск, Губкинский, Муравленка, Ханемей, Таркасале. Планируется, что в рамках марафона состоятся показательные выступления фристайлера из Югорска Артема Чернявина. А участников и призеров ждут отличные призы. За первое место победитель получит 75 тысяч рублей, награда за второе 50, а третье место 25 тысяч. Уже сегодня на участие в Тутанлоре заявились более 50 человек из Губкинского, Ноябрьска, Сыргута, Надыма и Муравленка. Заявки можно подавать вплоть до дня проведения снегоходного марафона 28 марта в Управлении по физической культуре и спорту. Регистрация участников и прохождение медосмотра начнется в субботу в 9 часов утра в спортивно-здоровительном комплексе «Ямал». Информационный выпуск продолжит традиционный обзор прессы по материалам общественно-политической газеты «Наш город». В Муравленка, как и на всей территории Ямала, действует ряд программ, направленных на решение наиболее острых жилищных проблем. Горожан в этом году новостройки из ветхого и аварийного жилья планируют переселить более 200 семей. Продолжат работу и по выдаче сертификатов на приобретение жилья молодым семьям. Подробнее об условиях участия в этих программах в материале «Ответ на квартирный вопрос». Самое большое счастье для родителей – здоровье детей. Как быть, если ребенок пристрастился к наркотикам? Медики рекомендуют при первых же симптомах обратиться к наркологам городской больницы. Они проведут специальные анализы, которые за считанные минуты помогут развеять сомнения. Кстати, тест-полоски, которыми пользуются наркологи, продаются в аптеках. Читайте об этом на 17-й странице. В свежем номере еженедельника представлена новая авторская рубрика «Татьяна и Козырь. Моя фамилия». Первым ее героем стал Кирилл Третьяков, сумевший не только восстановить генеалогическое древо из 109 персон своих предков, но и проследил рот их деятельности, нарисовал карту миграции и даже изучил наследственные болезни. Материал «Третий сын в семье» на 18-й полосе номера. Это были лишь выдержки издания. Все подробности вы найдете в 13-м номере газеты «Наш город» от 26 марта. Это все новости на сегодня. Информационные выпуски по-прежнему доступны в интернете на официальном сайте нашей компании – муравлинка.тв. А я на этом благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Далее погода. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова